Наши люди, запрещая не запрещая, свое мнение все равно отстаивать будут. Ежедневно здесь у дюка, ставшего символом Одесского Евромайдана, собираются горожане попить чай и обсудить политическую ситуацию в стране. Милиция обычно за этим наблюдает мирно и никак не вмешивается в дела митингующих. Но вот Горсовет так и стремится перекрыть кислород выступлением и демонстрациям. Во все обсуждается введение чрезвычайного положения в Одессе и области. Иск депутатов о запрете митингов, удовлетворенный судом, не дает покоя общественности. И вот она решила обратиться к Горсовету с четкими требованиями. Самая кардинальная из них – отставка директора юридического департамента мэрии Александра Ищенко и других причастных к риску о запрете митингов лиц, например, и о мэра Олега Брандака. Да это же революция, скажет партия власти. У нас нет революционной ситуации, у нас нет альтернативы политической. Предыдущее правительство отличалось от этого лишь более качественным украинским языком и длиной волос. Но при любом правительстве люди отстаивают свои конституционные права. А сейчас это делают украинцы и одесситы в частности. Да, Конституция допускает ограничения мирных собраний. Но суд должен удовлетворить такой иск, только если собраны доказательства угрозы национальной безопасности. Запреты на митинги – это нарушение наших гражданских прав. Но это и глупость власти. Не секрет, что власть совершенно не пользуется поддержкой народа. И вот такие решения, которые готовит областной совет, городской совет – это и есть попытка остроить две части народа. Представители партии действующей власти продолжают стоять на своем. Никто никого ни в чем не ограничивает. Наоборот, только защищает. Сегодня никто не запретил одесситам высказывать свое мнение. Но я думаю, что столкновение нескольких политических сил и нескольких взглядов в одном месте может действительно привести к абсолютно негативным последствиям. Я бы предложил тогда все митинги вывести на поле Орошения. Там мы никому не будем мешать и будем спокойно митинговать. А еще лучше запретить митинги не на полтора месяца, а сразу на год. Или навечно. Ну, как-то так. Коллеги из городского совета, из фракции партии региона здесь есть. Это интересный сигнал, что дни действительно сочтены. Это факт. Да, то есть я думаю, что ничего хорошего в этом плане политическую силу не ждет. Поэтому думайте очень хорошо, будьте ответственны. Вы одесситы в первую очередь. Также в планах одесситов создать координационный совет, который станет посредником между обществом и властью. Властью, которую в итоге хотят сменить. Отставка нынешних чиновников по вертикали – конечная цель обращения общественности к депутатам. Ксения Ноздрова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.